Этот праздник, проникнутый добрыми и светлыми чувствами, утверждению в обществе идеалов добра и милосердия, воспитывает уважение к религиозным заповедям и традициям. Несмотря на ранний час, мусульмане Кагалыма стали собираться задолго до молитвы. Священный праздник Курбан-Байрам принято отмечать сообща. Этот обряд — заключительная часть хаджа, паломничества верующих в Мекку. Его хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. В настоящий момент в священном городе находятся две Кагалымчанки. Те же, кто не смог отправиться туда, отмечают дома. Курбан-Байрам свободно и широко отмечается в России, в многочисленных мечетях, молельных домах и семьях. И это укрепляет традиции ислама, обогащает культуру народов страны, служит развитию межконфессионального диалога и межнационального согласия. Это праздник человечества. Это праздник того, что мы самые лучшие создания на земле, что мы должны благодарить и помнить Всевышнего Создателя и просить у него, чтобы в каждом месте, где мы живем, был бы мир, спокойствие и благоденствие. Курбан-Байрам отмечают примерно 300 тысяч жителей Югры. Всего в округе порядка 30 мусульманских приходов. Нефтяники Лукоил Западной Сибири финансово поддержали празднование. Мусульмане Кагалыма, это и почтенные старцы, и молодежь духовно готовились к этому великому событию. Главное соблюдать все заповеди. Пусть Аллах даст всем благ до следующего года, чтобы у всех было дома счастья, любви, благополучия, чтобы не было нигде войны, никакие терроризмы, никакие, чтобы люди жили в удовольствии, в мире, в согласии. Желаю всем добра. В этот день нужно чисто одеться и прийти на праздничный намаз. Также нужно после намаза, если у кого есть возможность, нужно заколоть животное также. В день праздника жертвоприношения мясо жертвенного животного, согласно предписанию шариата, делят на три части. Одну раздают неимущим, из второй части готовят угощения для родных, соседей, друзей, а третий мусульманин может оставить себе. Сергей Ефимцев, Алексей Николаев. Специально для программы «В курсе дел».